Тема двадцать пятая. Укрепление режима личной власти и года реформ. 1946-1964 годы. Параграф первый. Власть и общество в первые послевоенные годы. После окончания Великой Отечественной войны начались сложные и противоречивые процессы изменений в высшем руководстве страны. Первый послевоенный пленум ЦК ВКПБ, собравшийся в марте 1946 года, привел к ряду изменений в высших органах власти. Сталин, выступая на заседании 14 марта, предложил заменить Калинина на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР. Председателем в ЦИК Калинин был избран еще в 1919 году. Шверником. Тогда же был поднят вопрос о министрах. После этого сессия Верховного Совета СССР без обсуждения приняла отставку прежнего правительства и утвердила состав нового, который стал называться Советом Министров, а не Совнаркомом. Председателем Совета Министров стал Сталин, а его заместителями Молотов, Берия, Андреев, Микоян, Косыгин, Вознесенский, Ворошилов и Каганович. В последние годы своей жизни Сталин способствовал продвижению по иерархической лестнице Хрущева, получившего в 1949 году посты первого секретаря Московского обкома партии и секретаря ЦК. На состоявшемся в октябре 1952 года 19 съезде партии именно Хрущев, а также Маленков сделали основные доклады. Сам Сталин ограничился кратким 7-минутным выступлением. На съезде было принято решение о переименовании ВКПБ в КПСС. Состав ЦК КПСС, избранный съездом, был удвоен и стал насчитывать 236 человек. Политбюро заменялось более громоздким президиумом ЦК, в котором значилось 36 членов. Многочисленные перемещения и аресты близких к Сталину людей объяснялись как маниакальной подозрительностью последнего, так и личным соперничеством руководителей, их борьбой за власть. Очередным этапом этой борьбы стала серия сфабрикованных дел различного рода вредителей. Вскоре после окончания войны начались чистки в вооруженных силах. В опале оказался Жуков, который был вынужден командовать сначала Одесским, а затем Уральским военным округом. Были лишены своих постов главнокомандующий ВМС адмирал Юмашев, командующий ВВС маршал авиации Вершинин, командующий бронетанковыми войсками маршал Богданов, командующий артиллерии маршал Воронов, начальник главного политического управления вооруженных сил генерал-полковник Шикин и другие военачальники. В 1949 году было инспирировано «Ленинградское дело». Одним из главных организаторов его выступил Маленков, использовавший патологическую подозрительность Сталина к любым проявлениям самостоятельности и инициативы. Утверждалось, что в Ленинграде существует организованная группа, вставшая на путь закулисных комбинаций, направленных против центрального руководства. Уже 15 февраля 1949 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о снятии с постов Кузнецова, руководителя управления кадров ЦК ВКПБ, Родионова, председателя Совмина РСФСР, и Попкова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. Попкову и другим ленинградским руководителям вменялось в вину стремлений создать по образцу других союзных республик компартию России со штаб-квартирой в Ленинграде, а также перевести туда правительство РСФСР. В 1949-1951 годах в Ленинграде и области было подвергнуто репрессиям свыше двух тысяч ответственных работников, около 30 человек были расстреляны или погибли в сталинских застенках. В конце 1951-го, начале 1952 года в Грузии была раскрыта так называемая Мингрейльская националистическая организация. Осенью 1952 года на Лубянке оказался весь цвет тогдашней медицины профессора Виноградов, Вовси, Коган, Гринштейн, Фельдман и другие. Общее число арестованных по делу врачей-вредителей К февралю 1953 года достигло 37 человек. Следствие приобрело отчетливый антисемитский характер. Арестованных заставляли также давать показания на неугодных деятелей партийной и военной олигархии, членов президиума ЦК и представителей генералитета советской армии. Параграф 2. Экономика и культура СССР Великая Отечественная война привела к резкому изменению полувозрастной структуры населения страны. Особенно тяжелые потери понесло мужское население в самом дееспособном возрасте. К 27 миллионам погибших на войне следует добавить существенное сокращение рождаемости и возросшую смертность населения. Общая сумма только прямых потерь, причиненных войной, оценивается в 679 миллиардов рублей, 125 миллиардов долларов. Если же учесть средства, потраченные на ведение войны, потери доходов вследствие оккупации территорий, то оказывается, что была потеряна почти одна треть всего национального богатства страны. Особенно трудной задачей было восстановление сельского хозяйства. Положение существенно осложнялось засухой и голодом 1946-1947 годов. Засуха охватила почти все зерновые области страны, Украину, Молдавию, правобережье Нижней и Средней Волги, Центральную Черноземную область. В стране пришлось сохранить карточную систему распределения хлеба, отказаться от перехода к свободной торговле им в 1946 году, как намечалось пятилетним планом. Тяжелым ударом по всему населению страны стала денежная реформа. 14 декабря 1947 года Сталином и Ждановым было подписано соответствующее постановление Совмина СССР и ЦК ВКПБ. Обмен производился с ограничениями, а именно 10 рублей в старых деньгах на 1 рубль в новых. Одновременно с денежной реформой была отменена карточная система. Устанавливались единые розничные государственные цены на продовольственные и промышленные товары. Данная мера преследовала в большей степени политические цели, поскольку ситуация в экономике тех лет складывалась крайне тяжелой. К концу четвертой пятилетки 1946-1950 годы важнейшие отрасли земледелия были в основном восстановлены. Вся продукция сельского хозяйства в 1950 году составила 97% от уровня 1940 года. В целом же превзойти довоенный уровень по всем отраслям производства не удалось. В промышленности в эти годы быстро росли важнейшие виды продукции. Только в 1950 году, по официальным данным, воловая продукция промышленности СССР выросла по сравнению с 1949 годом на 23%. В последующие несколько лет темпы роста существенно снизились. Это было обусловлено как произвольным пересмотром планов в сторону увеличения показателей, так и продолжением репрессий в отношении руководителей госплана и других ведомств. В 1946 году была развернута кампания против деятелей культуры. Ее начало связано с именем Жданова. Он был рупором идей Сталина и одним из наиболее доверенных лиц вождя его правой рукой в деле руководства партии. Одновременно стремление руководства поставить на место интеллигенцию тесно переплеталось с интригами в Кремле, борьбой за власть между Ждановым и Маленковым. 14 августа 1946 года появилось постановление ЦК ВКПБ, подвергшее разгромной критике журналы «Звезда» и «Ленинград». Множество обвинений обрушилось на Ахматову и Зощенко. Вслед за этим постановлением последовали и другие. О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению 26 августа. О кинофильме «Большая жизнь» 4 сентября. Объектами нападок стали именно те области культуры, которые в послевоенное время были наиболее доступны широким народным массам. Некоторое время спустя был нанесен удар по представителям музыкальной культуры. 10 февраля 1948 года ЦК ВКПБ принял постановление о декадентских тенденциях в советской музыке. Неоправданные критики подверглись Шостакович, Прокофьев, Мурадель и другие композиторы. Одновременно провозглашалось, что русская классическая опера – лучшая в мире. Существенный ущерб в конце 1940-х годов был нанесен биологии. С новой силой продолжились преследования генетиков, начатые еще до войны. Школа академика Лысенко уничтожала своих оппонентов, используя атмосферу нетерпимости и национализма. Лысенко стал одним из главных гонителей классической генетики, виновником разгрома советской биологии и гибели многих отечественных ученых. Целью проводимой в послевоенный период акции устрашения интеллигенции стало стремление руководителей страны показать, что любое отступление от официальных установок будет немедленно пресекаться. Параграф 3. Раскол мира и начальный этап «Холодной войны». 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, пустыня Аламагордо, США впервые провели успешные испытания атомного заряда. 6 и 9 августа 1945 года атомной бомбардировке подверглись японские города Хиросима и Нагасаки. Советское руководство предприняло попытку ликвидировать монополию США на атомное оружие, тем более, что успехи в этой области имелись. Еще в предвоенные годы советскими физиками Курчатовым, Зельдовичем, Харитоном и другими были заложены основы получения управляемой цепной реакции деления атомного ядра. Постановлением ГКО от 20 августа 1945 года учреждался специальный комитет во главе с Берия. На него было возложено руководство всеми работами по пользованию внутриатомной энергии урана. Послевоенный мир погружался в состояние холодной войны. Первым сигналом к ней послужила знаменитая речь экс-премьера Великобритании Черчилля, произнесенная 5 марта 1946 года в городе Фултон в присутствии и с одобрения президента США Трумэна. Эта речь стала прологом к поляризации мира. С образованием в 1947 году информационного бюро коммунистических и рабочих партий, существовавшего до 1956 года и призванного координировать действия этих партий для принятия совместных постановлений, Европа оказалась окончательно разделенной. С одной стороны СССР и его союзники, а с другой США со своими партнерами. Одним из центральных вопросов мировой политики и холодной войны в течение многих лет оставалась германская проблема. Вопрос о будущем Германии был в центре обсуждения в 1945 году на Крымской, Ялтинской, а также на Потсдамской, Берлинской конференциях. В результате Германия оказалась разделена на четыре зоны оккупации – советскую, американскую, английскую и французскую. Берлин получил особый статус. Он был расчленен на четыре сектора во главе с комендантами, подчиненными контрольному совету, которым руководили командующие оккупационными войсками. Однако мирное урегулирование германского вопроса сразу натолкнулось на серьезные трудности, усугубив противоречия между СССР с одной стороны и США, Англией, Францией с другой. 12 марта 1947 года была провозглашена доктрина Трумена, предусматривавшая оказание военной помощи США тем странам, над которыми нависла коммунистическая угроза. В мае 1949 года западно-германский Лантак принял конституцию Западной Германии, а 20 сентября 1949 года было образовано правительство страны, которое стало именоваться ФРГ. Через полмесяца, 7 октября 1949 года, в Берлине произошло конституирование второго германского государства, ГДР. Психологическая атмосфера вокруг Берлинского кризиса способствовала созданию Западного альянса, направленного против СССР. Экономический союз, рожденный в 1947 году в рамках плана главы Госдепартамента США генерала Маршалла, быстро превратился в военный и политический. 4 апреля 1949 года США и Канада подписали вместе с десятью западноевропейскими странами Североатлантический пакт. Возникло НАТО. В том же году ТАСС сообщило, что у Советского Союза имеется атомное оружие. Это означало, что американской монополии на атомную бомбу пришел конец. Взаимоотношения СССР со странами социалистического лагеря в первые послевоенные годы тоже далеко не всегда складывались легко и просто. Так в 1948 году были разорваны отношения Советского Союза и Югославии, что оказало ошеломляющий эффект на мировое сообщество. Роковой роль в конфликте сыграл великодержавный образ мыслей и действий Сталина, его стремление взять под контроль восточноевропейские страны, нетерпимость к инакомыслию. Не дождавшись покаяния лидера югославских коммунистов Иосифа Броститу, Сталин еще более укрепился в решимости предать его идеологическому суду. К 1949 году все договоры о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между двумя странами были разорваны. Полную изоляцию Югославии от СССР и других социалистических стран закрепила резолюция Информбюро Югославской Компартии во власти убийц и шпионов. Вслед за СССР контакты с Югославией прекратили Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Чехословакия. В конце 1940-х годов радикально изменилась ситуация в Азии. Летом 1949-го года война между сторонниками Мао Цзэдуна и Чанкайши вступила в завершающую стадию. Тогда же Мао провозгласил, что Китай присоединяется к антиимпериалистическому лагерю, возглавляемому СССР, и надеется на его дружескую помощь. 1 октября 1949-го года в Пекине было объявлено о рождении Китайской Народной Республики КНР, которая стала единым государством. 14 февраля 1950-го года был подписан договор между двумя странами. СССР и Китай обязывались предоставлять друг другу любую помощь, включая военную, в случае, если одна из стран подвергнется агрессии. Начали налаживаться экономические связи. Образовавшийся мощный тандем огромных держав порождал в Москве и Пекине стремление использовать военную силу. Корейская война 1950-1953 годов, в которую СССР и Китай дали себя втянуть, стала одним из ключевых моментов начального этапа Холодной войны. Сталин воспротивился прямому вовлечению СССР в войну между Северной и Южной Кореей, постаравшись придать конфликту локальный характер. Удачно начавшееся наступление северокорейских войск привело к быстрому захвату столицы южнокорейского режима Сеула. Вскоре, однако, ситуация изменилась. В войну под флагом ООН вступили государства, входящие в НАТО. Ведущую роль при этом сыграли США, войска которых развернули боевые действия на территории КНДР. Американцы захватили столицу Северной Кореи Пхеньян, возникла угроза границам СССР и Китая. Успешное контрнаступление корейско-китайских войск в начале 1951 года положило начало маневренной войне. Переговоры о прекращении военных действий увенчались успехом лишь после кончины Сталина. Параграф 4. Начальный этап досталинизации советского общества. Кризис в руководстве КПСС нарастал вплоть до смерти Сталина 5 марта 1953 года. В последние часы его жизни в стране были произведены изменения, сопоставимые с государственным переворотом. Это произошло 4 марта, когда стало ясно, что Сталин смертельно болен, Маленков и Берия осуществили предварительное распределение должностей. Уже 6 марта избранный 19 съездом партии президиум ЦК был сокращен до 10 членов и 4 кандидатов. От власти были отстранены выдвиженцы 1952 года. Первое место в сложившейся иерархии занял Маленков, который получил пост председателя Совета Министров. Одновременно он возглавил и секретариат ЦК. В Совмине у Маленкова оказалось 4 заместителя. Берия, вновь возглавивший объединенное МВД и МГБ, Молотов, вернувшийся на должность министра иностранных дел, а также Каганович и Булганин. Единственным человеком, не получившим первоначально никакого государственного поста, стал Хрущев. Он, правда, оказался вторым по значимости лицом в секретариате ЦК. В итоге глава правительства Маленков был поставлен перед дилеммой руководить Совмином или секретариатом ЦК. Выбрав первое, пятый премьер, уступил секретариат Хрущеву. Новое руководство предприняло ряд шагов, направленных на ликвидацию злоупотреблений прошлых лет. Уже 27 марта 1953 года по предложению Берия Верховным Советом СССР была объявлена амнистия для заключенных, чей срок не превышал пяти лет. Из мест заключения подлежало освобождению свыше одного миллиона человек. Однако амнистия практически не коснулась политзаключенных, чьи сроки, как правило, были значительно выше. На свободе оказалось большое число уголовных элементов, которые создали в ряде городов напряженную криминогенную обстановку. Одновременно с амнистией марта 1953 года проходила реабилитация осужденных по делу о врачах-убийцах. Инициатором этого шага также стал Берия. Опасаясь усиления его позиций, советские лидеры предприняли соответствующие меры. 26 июня 1953 года в ходе заседания президиума ЦК Берия был арестован, а 23 декабря специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу с конфискацией имущества, лишением воинских званий и наград. В новом руководстве постепенно усиливались позиции Хрущева. В сентябре 1953 года на пленуме ЦК КПСС он был избран первым секретарем ЦК партии. 14 февраля 1956 года открылся 20-й съезд КПСС, на котором с отчетным докладом перед представителями 55 коммунистических и рабочих партий выступил Хрущев. В докладе подтверждалось наметившееся после смерти Сталина изменение политического курса как во внутренней политике, так и на международной арене. Развивая вопрос об экономической стратегии государства, Хрущев предлагал первостепенное внимание уделить сельскому хозяйству и жилищному строительству, изложив при этом основные направления шестого пятилетнего плана. Центральным событием съезда стал доклад Хрущева о культе личности и его последствиях, прочитанной на закрытом заседании 25 февраля. Выступление Хрущева не стенографировалось, его не обсуждали. 5 марта 1956 года высшее руководство приняло решение ознакомить с отредактированным текстом доклада всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. Это была беспрецедентная акция при общении населения страны к политике. Доклад был насыщен деталями, которые поразили аудиторию. Сталин представлялся в нем не как отец всех народов, а как убийца и тиран. Однако докладу не хватало стройности и четкости, его выводы были однобоки. Все преступления 1930-х начала 1950-х годов приписывались исключительно Сталину, а к жертвам культа личности были отнесены преимущественно коммунисты. Таким образом, доклад обходил стороной вопрос об ответственности всего сталинского руководства за многочисленные репрессии. Официально вопросу о преодолении культа личности было посвящено постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года. Оно стало идеологической базой после сталинского периода, но по сравнению с секретным докладом Хрущева на 20-м съезде было шагом назад. Все сталинские преступления характеризовались в нем не иначе, как некоторые ограничения внутрипартийной советской демократии, неизбежные в условиях ожесточенной борьбы с классовым врагом. А сам Сталин был представлен человеком, который боролся за дело социализма. Разоблачение сталинизма Хрущевым послужило толчком к сплочению некоторых членов руководства, недовольных усилением позиций первого секретаря. Воспользовавшись визитом Хрущева в Финляндию, ими был подготовлен и создан пленум ЦК. На заседании 18 июня 1957 года Булганин, Ворошилов, Каганович, Молотов, Маленков, Первухин и Собуров потребовали отставки Хрущева. Последний сослался на принципы демократического централизма и потребовал, чтобы вопрос был перенесен в ЦК, высшую инстанцию, из состава которой и формировался президиум. Значительная часть обновленного аппарата ЦК партии, а главной армия и КГБ поддержали Хрущева. Министр обороны Жуков и председатель КГБ Серов организовали доставку военными самолетами в Москву членов ЦК. Состоявшийся 22-29 июня 1957 года пленум ЦК охарактеризовал действия сталинистов как фракционные, а их группа была названа антипартийной. Маленков, Каганович, Молотов и Шипилов были выведены из состава ЦК и президиума ЦК. Чуть позже, в марте 1958 года, был смещен с поста председателя Совета Министров Булганин. Решающую роль в дни июньского кризиса 1957 года сыграл Жуков. Хрущев, разумеется, не забыл, что в 1953 году маршал занимал активную позицию в вопросе устранения Берии. Чувствуя угрозу своему положению, Хрущев инициировал отставку Жукова. 26 октября 1957 года на заседании президиума ЦК он был освобожден от обязанности министра обороны СССР. На пленуме ЦК Жуков был выведен из состава президиума ЦК и ЦК КПСС. Одним из основных обвинений, предъявленных маршалу, был отрыв вооруженных сил от партии и уход из-под контроля ЦК. Новым министром обороны в октябре 1957 года был назначен маршал Малиновский. Сам Хрущев в начале 1958 года совместил посты первого секретаря и главы правительства, оттеснив с должности председателя Совмина Булганина. Это положило конец коллегиальности в руководстве, провозглашенной на 20-м съезде партии. В октябре 1961 года на 22-м съезде КПСС разоблачение сталинизма было продолжено. Однако вопрос об ответственности партийного руководства за репрессии и на этот раз был обойден стороной. Правда теперь совершенные преступления приписывались не одному только Сталину, а узкому кругу сталинцев, который совпадал с разоблаченной в 1957 году антипартийной группой. Сформулированное в резолюции съезда положение о том, что партия сказала народу всю правду о злоупотреблении в период культа личности, указывало на то, что данный вопрос закрыт окончательно и дальнейшему обсуждению не подлежит. Параграф пятый. Социально-экономическое развитие СССР в хрущевское десятилетие. В первые годы после смерти Сталина новый курс в области экономической политики был связан с именем Маленкова. По его предложению акценты в сфере народного хозяйства переносились с тяжелой промышленности на легкую промышленность, жилищное строительство и сельское хозяйство. Тем не менее ситуация в деревне продолжала оставаться тяжелой. На сентябрьском пленуме ЦК 1953 года Хрущев начал разговор о проблемах сельского хозяйства. Вскоре были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию. Стал восстанавливаться принцип материальной заинтересованности тружеников деревни. Помимо этого с колхозов списывались долги, снижались налоги с приусадебных участков, уменьшался процент обязательно государственных поставок. На февральском мартовском пленуме ЦК 1954 года основным направлением развития сельского хозяйства было признано освоение целины. После нескольких лет целины эпопеи вместо 13 миллионов гектар земли по плану оказалось распахано 33 миллиона гектар. В рекордном урожае зерновых 1956 года, составившем 125 миллионов тонн доли цилинного хлеба составляло около 40%. Но вывоз зерна из производящих цилинных районов сильно осложняло бездорожье. Положение усугубляли высокие затраты на переброску техники, горючий устрой материалов, отсутствие складских емкостей, плохая организация двинувшихся на освоение целины сотен тысяч людей. Из виду упускался и тот факт, что районы освоения в значительной степени являлись зонами рискованного земледелия, где нередкими были засухи и пыльные смерчи. Одновременно с расширением цилинных посевов началась кампания по увеличению посевов кукурузы. В СССР этот злак начали внедрять насильно, потеснив не только проверенные кормовые культуры, но и зерновые. Только после отставки Хрущева посевы кукурузы существенно сократили. В Хрущевское десятилетие с особой настойчивостью реализовывалась политика децентрализации управления промышленностью. На февральском пленуме ЦК 1957 года было принято постановление, суть которого заключалась в ликвидации отраслевых министерств и создании территориальных органов управления совнархозов. Однако ожидаемого эффекта эти преобразования не дали, что и послужило вскоре поводом для ликвидации совнархозов, дискредитации самого понятия территориального управления, а также идеи, заложенных в нем. В конце 1950-х годов период роста темпов развития во многих отраслях народного хозяйства закончился. Постепенно стали набирать силу процесса торможения. В конце января 1959-го года был созван 21-й съезд КПСС, принявший семилетний план развития народного хозяйства на 1959-1965-й годы. Планом ставились конкретные цели догнать и перегнать Америку и выйти на первое место в мире по производству продукции на душу населения. На 22-м съезде КПСС была принята третья программа партии программа построения коммунистического общества в СССР. О том, что социализм одержал полную победу в нашей стране, было объявлено уже в 1959 году. Новой задачей провозглашалось создание за 10 лет 1961-1971 годы материально-технической базы коммунизма. За 1970-е и 1980-е годы планировалось перейти к единой общенародной собственности, осуществлению принципа распределения по потребностям и построению в основном коммунистического общества. Были вычислены даже конкретные показатели построения коммунизма в обозначенный срок. Однако коммунистический романтизм новой программы КПСС не был подкреплен реальными достижениями. Более того, в начале 1960-х годов правительство пошло на непопулярный шаг, объявило о повышении цен на продукты питания. Это решение немедленно повлекло выступление в целом ряде городов Риги, Киеве, Челябинске, Ленинграде и других. Но своего апогея недовольство трудящихся достигло в городе Новочеркасске 1-3 июня 1962 года. Забастовка рабочих переросла там в демонстрацию, которая была расстреляна войсками. Несмотря на все противоречия и сложности хрущевского времени, это десятилетие ознаменовалось рядом существенных достижений. За годы семилетки жилой фонд страны вырос на 40%. В 1964 году впервые были введены пенсии для колхозников. Однако политическая и экономическая деятельность Хрущева способствовала ослаблению его позиций. Росло влияние оппозиции и усиливало стремление избавиться от неуемного реформатора. Параграф шестой СССР в мировой политике От холодной войны к оттепели Хрущев был сторонником мирного сосуществования двухполюсного мира. Одной из первых его попыток наладить контакты с великими капиталистическими державами была предпринята на Женевской встрече лидеров четырех держав, состоявшаяся в июле 1955 года. В ходе переговоров была нарушена изоляция, существовавшая вокруг Советского Союза. Великобритания пригласила руководство СССР посетить эту страну с визитом. Дух Женевы присутствовал и на других международных встречах середины 50-х годов. В сентябре 1955 года состоялся визит в СССР канцлера ФРГ Аденауэра. Между двумя странами были установлены дипломатические отношения. СССР принял решение освободить последних пленных, содержавшихся в тюрьмах и лагерях, в качестве военных преступников. В 1955 году СССР также подписал договор о характере взаимоотношений с ГДР, предоставляя ей тем самым свободу в решении проблем внешней и внутренней политики. Договор предусматривал тесное сотрудничество партнеров во всех областях общественно-политической жизни. Таким образом, в середине 1950-х годов закладывались основы послевоенной Европы, которая к тому времени уже представляла собой два противоборствующих блока. Одновременно шел процесс оформления военно-политического союза социалистических стран, который был завершен 14 мая 1955 года созданием Организации Варшавского договора. Установление более тесных связей как с Западом, так и с Востоком оставалось одной из главных целей советской дипломатии. В 1955 году советская делегация во главе с Хрущевым и Булганином посетила Индию. Встречи с идеологом и создателем партии Индийской национальной конгресс Неру послужили началом плодотворного сотрудничества между СССР и Индией. СССР помогал Индии в создании тяжелой промышленности, поставлял оружие, готовил офицерские кадры, осуществлял взаимовыгодную торговлю. В октябре 1956 СССР восстановил дипломатические отношения с Японией, подписав в Москве декларацию о прекращении состояния войны между двумя странами. В мае 1960 года президент Франции Деголь пригласил Хрущева посетить Париж. После визита советского лидера отношения между двумя странами значительно улучшились. Вместе с тем вторая половина 1950 годов ознаменовалась для советской внешней политики и многочисленными противоречиями, сформулировав на 20-м съезде КПСС тезис о мирном сосуществовании двух систем, признав законность Югославского пути развития, советское руководство создало прецедент для других государств в выборе путей дальнейшего движения. Все это, а также экономические трудности, вызванные ошибками руководства социалистических стран, привели к тому, что летом 1956 года оживилась оппозиция внутри правящих партий и в обществе в целом. Возникла политическая нестабильность в Польше и Венгрии. В Венгрии в течение ряда лет копировалась советская модель социализма, сложился культ венгерского Сталина Ракоши. 23 октября 1956 года в Будапеште началась многотысячная демонстрация студентов, выдвинувших ряд требований от отмены военного обучения и уроков русского языка до вывода советских войск и создания правительства во главе с лидером оппозиции Имре Надим. Начались расправы с коммунистами. В СССР было принято решение о ликвидации мятежа силами военных. 4 ноября 1956 года началась операция «Вихрь», в результате которой погибло около 2,5 тысяч восставших и 720 солдат советской армии. Надь нашел убежище в посольстве Югославии, однако вскоре был арестован и в июне 1958 года казнен. Ново-венгерское правительство Кадара при помощи СССР восстановило порядок в своей стране, устранив многие недостатки, которые повлекли массовые народные выступления в 1956 году. Одной из самых горячих точек мира с 1958 по 1961 год продолжал оставаться Берлин. США выступали против любого официального признания ГДР. Это означало поощрение тех, кто вынашивал идею реванша и возврата к единому немецкому государству. Пытаясь сломить сопротивление своих западных партнеров, Хрущев предпринял следующий шаг. В августе 1961 года за одну ночь была сооружена знаменитая стена, которая изолировала западный Берлин от остальной части ГДР. В результате этого Германия оказалась разделенной. Особое место в конце 1950-х в начале 1960-х годов занимали советско-американские отношения. Возможность улучшения взаимоотношений двух держав продемонстрировал визит в сентябре 1959 года председателя Совмина СССР Хрущева в США. Лидеры двух стран Хрущев и Эйзенхауэр пришли к выводу, что ограничение вооружений является важнейшей проблемой текущих международных отношений. Мир ждал ответного визита в СССР президента США, намеченного на 1960-й год, появилась реальная возможность покончить с холодной войной, однако инцидент с американским разведывательным самолетом У-2, сбитым 1 мая 1960-го года в районе Свердловска, похоронил многие надежды. Советско-американские отношения оказались надолго заморожены. События начала 1960-х годов вокруг Кубы в очередной раз продемонстрировали остроту международной обстановки. Летом 1962-го СССР начал грандиозную операцию под кодовым названием «Анадырь» по развертыванию на Кубе в непосредственной близости от границ США группировки войск. Первые боевые подразделения прибыли на Кубу в начале августа вскоре началась переброска ядерных боезарядов. Период с 14 по 27 октября 1962-го года стал апогеем кризиса. Американцы объявили о блокаде острова и начали подготовку военного вторжения. День 27 октября мог завершиться ядерной катастрофой. Над Кубой был сбит американский разведывательный самолет-шпион. Только благодаря твердости президента США Кеннеди, отказавшегося отдать приказ о немедленном авиационном ударе и встречным шагам Хрущева, войну удалось предотвратить. Стороны пришли к компромиссу. Советский Союз согласился вывести ядерные ракеты с территории Кубы, а Вашингтон пообещал не предпринимать попыток вторжения на остров и удерживать от этого своих союзников. 20 ноября 1962 года президент США объявил о прекращении блокады Кубы, Карибский кризис удалось разрешить. В эти годы произошел раскол в советско-китайских отношениях, отправной точкой которого стал 20-й съезд КПСС, взявший курс на разрядку международной напряженности, предотвращение мировой войны, налаживание делового сотрудничества с Западом и отказ от стимулирования мировой революции. После этого разногласия сторон все более обострялись. Китайский лидер Мао Цзэдун, развивая свою теорию, отмечал, что войны бояться не следует, она более выгодна нам и менее выгодна Западу. Вывод советских ракет с территории Кубы Китай расценил как капитулянство перед Западом. Чрезвычайную остроту советско-китайским отношениям придало выдвижение КНР территориальных претензий к СССР. 27 сентября 1963 года в ноте МИД КНР был поднят вопрос о неравноправных договорах с Советским Союзом. За этим последовало нарастание напряженности на границе, кульминацией стал вооруженный конфликт конца 1960-х годов. Несмотря на зигзаги советской дипломатии этого времени, можно говорить о том, что нашу страну начали воспринимать на Западе иначе, нежели в эпоху сталинизма. Первый секретарь ЦК КПСС всячески стремился поддержать образ СССР как миролюбивой державы. Об этом свидетельствуют его последние визиты 1964 года в скандинавские страны Данию, Швецию, Норвегию. Параграф 7. Наука и культура. В 1950-е первой половине 1960-х годов Советский Союз достиг больших успехов во многих отраслях. Быстро двигалась вперед отечественная наука. В 1954 году в СССР была пущена первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Развивается система Академии наук СССР. В 1957 году принято решение о создании крупного научного центра Сибирского отделения Академии наук СССР. В районе Новосибирска началось строительство научного городка Академгородка, который спустя несколько лет превратился в крупнейший исследовательский центр. Одновременно шел процесс создания отраслевых академий медицинской, сельскохозяйственной, педагогической, архитектуры и строительства. Настоящий переворот в сознании людей произошел после запуска 4 октября 1957 года первого советского искусственного спутника. 12 апреля 1961 года Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории полет вокруг земного шара. Началось освоение космоса человеком. Развитие отечественной культуры в хрущевское десятилетие осуществлялось в значительной степени под влиянием политических реформ. 20-й съезд партии, породивший первоначально множество надежд советской интеллигенции, не означал пересмотра вопроса о месте и роли творческой личности в социалистическом обществе. Оттепель в культурной жизни страны была санкционирована властями, но существовала в определенных рамках. Партийное руководство предприняло ряд шагов, направленных на отмену отдельных решений, принятых во второй половине 1940-х годов и касавшихся отечественной культуры. Одновременно с этим развернулась компания травли известного писателя Пастернака, которому в 1958 году за роман «Доктор Живаго» была присвоена Нобелевская премия в области литературы. Под давлением Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии. Дело Пастернака показало пределы десталинизации. От интеллигенции требовалось приспособиться к существующим порядкам и служить им. Те, кто не смог перестроиться, были вынуждены покинуть страну. В конце 1950-х годов в Советском Союзе обозначили зачатки явления, которое спустя несколько лет превратится в диссидентство. В 1960-м году поэт Гинсбург выступил основателем первого самоздатовского журнала под названием «Синтаксис», в котором начал печатать ранее запрещенные произведения Акуджавы, Шаламова, Ахмадулиной, Некрасова. За агитацию, направленную на подрыв советской системы, Гинсбург был приговорен к тюремному заключению. Культурная революция Хрущева имела таким образом несколько граней от публикации произведений бывших заключенных до погромных выступлений самого первого секретаря ЦК, в ходе которых он грубо критиковал творческих работников. Своими непродуманными заявлениями Хрущев отталкивал от себя значительную часть общества и лишал себя того кредита доверия, который был им получен на 20-м съезде партии. Параграф 8. Отставка Никиты Хрущева. Нелепые столкновения Хрущева с художественной интеллигенцией, грубость и нетерпимость, ошибки в экономической и международной политике вели к потере доверия со стороны народа и падению его популярности. Хрущев стал не только инициатором освоения целинных земель в невиданных масштабах, при нем произошел рецидив Лысенковщины. В начале 1960-х годов положение первого секретаря ЦК осложнилось нарастающим недовольством государственного аппарата. Хрущев выступил как сторонник высокопрофессиональной, но компактной армии. По его мнению, это позволило бы высвободить значительное количество рабочих рук, необходимых в народном хозяйстве. В обстановке, когда многие начали ощущать, что первый секретарь исчерпал себя, а его политика страдает половинчатостью, в недрах высшего эшелона партийно-государственной элиты стала формироваться оппозиция. В октябре 1964 года Хрущев и Микоян отдыхали на даче в Пицунде, где готовили материалы к предстоящему пленуму ЦК, на котором планировалось провести еще одну реорганизацию управления сельским хозяйством, наукой, а также представить проект новой Конституции. Заговорщики вызвали Хрущева в Москву на заседание президиума ЦК, куда он и прибыл 13 октября. Главе партии и правительства был выставлен внушительный список обвинений. От развала сельского хозяйства и закупок зерна за границей до опубликования в печати за два года более тысячи его фотографий. На следующий день, 14 октября, заседание президиума ЦК возобновилось и продолжалось не более полутора часов, так как к тому времени Хрущев уже принял решение уйти в отставку. Во второй половине дня началась работа пленума, на который прибыло 153 члена ЦК и 130 кандидатов члены ЦК. Председательствовал на пленуме ЦК Брежнев, а с главным докладом по вопросу об ошибках и неправильных действиях товарища Хрущева выступал Суслов. Хрущев был обвинен в том, что, сосредоточив в своих руках посты главы партии правительства, он начал нарушать ленинские принципы коллективности в руководстве, стремился к единоличному решению важнейших вопросов. Суслов упомянул и о личных качествах бывшего председателя Совмина, который якобы давал всем высказывающим свое мнение всевозможные пренебрежительные и оскорбительные клички, допускал самовольство при награждении орденами Советского Союза, осуществлял массу парадных поездок и так далее. На пленуме ЦК первым секретарем вместо Хрущева единогласно был избран Брежнев. Новое руководство партии государства получило в наследство длинный список нерешенных проблем. Председателем Совета Министров СССР в октябре 1964 года стал Косыгин, с именем которого связаны попытки реформирования народного хозяйства, предпринятые в середине 1960-х годов.